Приветствуем всех. Слот 1 плюс 1 медиа продолжает свою работу в рамках телеканала Freedom и продолжает свою, вернее, начинает свою работу Тала Калатай и Сергей Мальнев. И присоединяется к нашему эфиру Ольга Романова, правозащитник директора фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Ольга, ну вы видели наш сюжет по поводу матерей иноагентами, которые стали. Пригожин кричал в принципе то же самое, только более громко и с матом. Матери-то тоже вроде бы обращались, что их сыновьям чего-то не хватает, но они вдруг попали в ранг иноагентов, несмотря на то, что они в принципе не против этой войны, они гуманитаркой помогали и так далее. Но все-таки, в общем, рот им закрыли. С чем это связано, как думаете? Это связано с тем, что они прежде всего обращались к Путину и обращались к нему без должного уважения. Это как в крестном отце. Ты пришел ко мне, но пришел без должного уважения. Не целовали руки и не ползали на коленях. Ну вообще это уже в принципе наказуемо. И то, что сейчас солдатские жены и матери, вот собственно именно эта организация, я говорю именно про это, а не про комитет солдатских матерей, такую старую давнюю организацию, у которой сейчас тоже трудности, поскольку матери не собираются всерьез отбивать своих детей из путинской пасти. И действительно мы наблюдаем жалобы, что нет оружия, плохие командиры, плохо снабжают, плохая еда. И сейчас все больше и больше жалоб у нас на то, что погиб, пропал без вести, попал в плен. И выясняется, что нет ни контракта, ни номера жетона, и неизвестно где он. И чаще всего это именно пропал без вести, и никого это больше не волнует. Если женщина получала алименты, то просто нет алиментов, все пропадает. Потери кормильца никто ничего не знает. И всем уже на них наплевать. Но самое-то главное, что их это интересует, а где мои алименты? А куда делся муж и в связи с чем? Слово «война», слово «Украина» – они страшатся. Вы знаете, близкая моя подруга вчера приехала из Москвы, куда заезжала закрыть квартиру. И она говорит, что в каком-то совершенно нормальном интеллигентном кругу не принято говорить о войне, не принято говорить о призыве. Это просто неприлично. Такая тема, которую нормальный человек не задаст. Это как говорить о веревке в доме повешенного. Люди не то чтобы боятся, а тем очень опасаются. А если и говорят, то фразу «если что, то мы бегать не будем». Что значит «мы бегать не будем»? Вы все время думаете только о себе. Мальчиков не кормят, мальчиков не поят, мальчиков снабжают. А мальчики зачем пришли на чужую землю стрелять? Стрелять в людей, которые ничего плохого им не сделали? Ни у кого почему-то нет этого вопроса. Что вообще там делают так называемые наши мальчики? Ольга, скажите, у них не возникает этот вопрос? Или они боятся его озвучивать тем самым, когда ты уже его озвучишь и задашь этот вопрос, то косвенно уже и вина и на тебе лежит за то, что ты допустил, что твоя страна пришла убивать мирных людей по соседству? Нет-нет, эти вопросы, конечно, не сдаются даже себе и даже про себя, поскольку ответ слишком очевиден. А люди почему-то хотят сохранить здоровую психику, здоровое питание и не хотят себя этим расстраивать. Вы знаете, вот только что в июле в Германии прошел совсем новый сериал под названием «Бонн». У меня такое ощущение, что вы снимали для русских. 1954 год в Германии прошло 10 лет, почти со дня капитуляции, и, в общем, очень мало что изменилось в психологии, и нет никакой динацификации, ничего этого нет. Это все было гораздо, гораздо позже. Это, знаете, такой вот наш план на после войны, что на самом деле людей, которые так думают, уже нельзя изменить. Уже нельзя изменить, их можно просто заткнуть. Ольга, сегодня в Берлине должна состояться акция в поддержку политзаключенных, которых режим Путина запроторил за решетку в России за то, что эти люди посмели говорить или делать что-то против режима. Расскажите, пожалуйста, что это за акция, но давайте начнем с того, как много таких заключенных, ну, по вашим данным, по крайней мере. Спасибо за вопрос. Значит, таких заключенных у нас уже приближается это число к тысяче, и с каждым днем число таких заключенных растет. Вы знаете, всех поразил вчерашний ответ на вопрос российского журналиста Андрея Колесникова, вполне себе придворного, вопрос. Он его задал после саммита России и Африки, и он спросил Путина, не 37-й ли год сейчас, и назвал фамилию двух арестованных за слова. Это левый социолог Борис Хагорлицкий и режиссерка Женя Беркович, которая писала очень острые антивоенные стихи. И Путин сказал, что он не знает, кто это, но время военное, и если арестовали, то правильно арестовали. Потому что и дальше он понес вот эту вот чепуху про то, что в России, в Украине таких вообще убивают сразу. И это удивительно совершенно. Юрист публично говорит, что он не знает ни этих дел, ни этих имен, хотя очень стыдно жить в России и не знать этих имен. Он имен не знает, дело не знает, но то, что они должны сидеть, знает точно. А в Украине таких вообще расстреливают. Говорит он на весь мир, и ему не стыдно. Наша акция называется «Другой Владимир». Не тот Владимир. Знаете, здесь такой большой отсыл и к Владимиру Карамурзе, политзаключенному, у которого сегодня как раз апелляция на его приговор, 25 лет. У меня, например, еще и ассоциация с Владимиром Зеленским и с многими другими Владимирами, за которых не стыдно и которыми можно гордиться. Вот у власти не тот Владимир совсем не тот. И мы очень хотим рассказать немцам, и очень хотим еще, может быть, рассказать и украинцам, что есть в России отважные люди, которые жертвуют собой, жертвуют своей свободой, потому что понимают, что так нельзя. Нельзя нападать на соседа, нельзя так безбожно врать, нельзя стрелять в мирных людей, нельзя обстреливать спящие мирные города и убивать детей. Этого делать нельзя. И, вы знаете, мне очень дорого то, что вот в последней акции берлинской, которая была посвящена гражданским, прежде всего гражданским, похищенным украинцам, которые содержатся в местах лишения свободы в России без суда и следствия, это была совместная акция, с которой пришли украинцы, украинки. Мы делали совместно. Вы понимаете, как это сейчас сложно, практически невозможно, но когда речь идет о важных вещах, о жертвах, прежде всего жертвах, конечно, украинских, то мир не заткнуть, и мир должен услышать, в том числе и имена людей, которые на сейчас в России они жертвуют и жизнями за то, чтобы остановить эту войну. Ольга, спасибо вам большое. Спасибо за то, что включились в наш эфир и что не молчите, рассказываете правду о том, что происходит в России, на весь мир. Ольга Романова, правозащитник, директор фонда «Русь сидящая» была в нашем эфире. Спасибо большое. Спасибо.